Монолог Великого Маэстро Пиццеля. Огонь порождает плоть. Такова природа драконов, как утверждают восточные мистики. Возможно, в этом есть смысл, хотя и не тот, о котором они думают. Огонь поглощает, не оставляя после себя ничего, кроме пепла. Такова судьба Таргаренов и их драконов. Тысячи лет назад валерийцы наткнулись на первые драконьи яйца в горах 14 огней. Непостижимо, как пастухам удалось выпистывать драконьи яйца и подчинить такие существа своей воле. Но история не сохранила сведений о том, что помогло им в этом. Каждый образованный человек знает, как повелители драконов завоевали большую часть известного мира, разрушив древнюю Гискарскую империю, поработившую континент, построившую дороги и мосты, сохранившиеся до сих пор. Хотя создавшее их мастерство было утрачено. Империя чудес и страданий. А что теперь осталось от Валерии? Выжженная, покрытая пеплом пустошь. Когда Эгган Таргарен и его сестры явились на трех избежавших гибели драконов Вестерос, Возможно, помышляя возродить потерянную славу своего народа. Так он и сделал. На Пламенном Поле он доказал, что армии не могут противостоять драконам. В Харенхоле он доказал, что могучие замки им тоже не помеха. Эгган Таргариен стал Эгганом Завоевателем, Эгганом Первым, Основателем Династии. Первым делом он приказал своему дракону, Балериону Черному Ужасу, переплавить мечи своих поверженных противников в Железный Трон. Прошло больше века, и драконы Таргариенов укрепили власть своих повелителей над Семью Королевствами, если не друг над другом. Когда Таргариен пошел на Таргариена в гражданской войне под названием Танец Драконов, разъяренная толпа штурмовала драконье логово. Этот огромный, ныне разрушенный подвал, где Таргариены держали своих бестий. Тысячи сгинули. Но толпы были несметны и безумны, и пять драконов Таргариенов утром нашли мертвыми, что, пожалуй, было уже чересчур. После этого, каждое поколение драконов вырастало мельче своих родителей. Их черепа выстроены в ряд в тронном зале Красного Замка в порядке рождения. Старейший, Балерион, мог проглотить целого быка. Последний череп размером едва ли с собачий. Однако Таргариены не оставляли попыток возродить своих драконов. Эйриан Яркое Пламя выпил сосуд Дикого Огня и сгорел заживо. Эйгон Пятый пытался колдовством вывести дракона из окаменевшего яйца и сгорел заживо. Рядом с ними Эйрис Второй кажется почти разумным. Он всего лишь сжег других. Сейчас до нас доходят слухи, что юной Дайнерис Таргариен удалось вывести трех драконов далеко на востоке. Если она будет настолько глупа, что пойдет на Вестерос, она не обнаружит, как ее предок Эйгон, семь разорванных королевств, испуганных ее странными бестиями. Она найдет континент, обедненный лордом Тайвином Ланнистером, загасившим пламя ее родного отца. И мы уже знакомы с драконами. Доводилось видеть их гибель. Дракон 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 Дракон